60 рублей за кубометр холодной воды – реальная цена в случае концессии Горводоканала. Цифра, безусловно, пугающая, поэтому прежде чем принять окончательное решение о дальнейшей судьбе МУПа, депутаты углубились в обсуждение темы. В том, что все объекты Горводоканала нуждаются в полной модернизации, никто не сомневается. И то, что на это нужны огромные средства, тоже не обсуждается. Вопрос в том, где найти эти деньги. В поисках ответа на него народные избранники выясняли, насколько велики потери поднятой воды на пути к потребителю. Технологические потери – это болезнь всех водоканалов, у всех нормативах, мы где-то в нормативах, до 17%, это хорошие показатели, как нам говорят. Есть потери до 80%, до 60%, простите, до 60%, я оговорился. Потери происходят при авариях, при прорывах. Если авария пятисотка рванет, представляете, сколько в пятисотке? Озеро. Озеро. Пока мы доедем, пока нам сообщат, пока мы об этом узнаем, пока мы перекроем, все это тоже не быстро. 18% технологических потерь – это в рамках нормативов, заверил Сергей Репин. Продолжает предприятие и работу по выявлению незаконных подключений к сети. Было выявлено порядка 100 незаконных подключений, но из них где-то около половины. Сейчас заключили договора, часть мы перекрыли воду, часть выдали технические условия в работе. То есть работа серьезно велась. 113 миллионов – размер задолженности управляющих компаний перед горводоканалом. Эти средства пытаются вернуть через суды и заключение дополнительных соглашений. И все-таки финансов на реконструкцию сетей предприятия катастрофически не хватает. Действующий тариф на воду порядка 20 рублей позволяет лишь поддерживать объекты в более-менее рабочем состоянии. Месяц назад компания «АТЭК» подготовила проект концессионного соглашения в отношении горводоканалом. Суть его проста. «АТЭК» вкладывает в модернизацию МУПа около 2,7 миллиардов рублей. За пять лет приводит все сети в порядок, гарантирует высокое качество предоставляемых услуг и в течение 15 лет возвращает вложенные средства. Обследовав техническое состояние сетей горводоканала, специалисты пришли к выводу, что эта схема нуждается в корректировке. «Считаю не совсем целесообразным срок значительных капитальных положений ограничить ресурсом 5 лет. Мы должны выйти на сменность сетей, с учетом их длительности, хотя бы на длину всей концессии 15 лет сделать. Чтобы у вас не было необходимости, у ваших потомок не было необходимости, через 30 лет разом искать такую же сумму, а может быть кратно больше, чтобы также единомоментно заменять все изношенные обороты». Учитывая это замечание, а также то, что из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений в Сарове в 2019-21 годах будет выделено более 130 миллионов рублей, депутаты отложили решение о заключении концессионного соглашения, но полностью не отвергли его возможность. «Концессия – всего лишь инструмент. Тот или иной. Инструментов может быть много. То есть решать вопрос водоканала все равно надо. То есть, если другого инструмента, кроме концессии, нет, будем идти на концессию. Если найдем другие решения, давайте…» «Концессия – очень удобный инструмент». Народные избранники создали рабочую группу, члены которой более детально изучат состояние и перспективы развития Горводоканала, и только после этого вернутся к обсуждению возможности заключения концессионного соглашения. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.